Всем привет! В этом видео поговорим о том, что новый спортивный комплекс Тула-Арена построили и ввели в строй в Тульской области. Вчера в Тульской области состоялось официальное открытие нового спортивного комплекса Тула-Арена, построенного благодаря финансовой поддержке компании Норильский Никель. Данный универсальный спорткомплекс предназначен для проведения игровых видов спорта и занятий различными единоборствами. Вместимость Тула-Арена составляет около 2000 зрителей. В данном центре могут одновременно заниматься спортом и проводить тренировки до 800 человек. Соглашение о строительстве спорткомплекса в Тульской области было достигнуто в 2019 году в ходе проведения в Петербурге Международного экономического форума. Строительные работы на объекте активно начались в 2020 году и завершились за полтора года. Компания Норильский Никель, являющаяся спонсором Олимпийского комитета России и нескольких спортивных федераций, уделяет серьезное внимание спорту и строит большое количество спортивных объектов в разных регионах страны. Присутствовавший в Тульской области на торжественной церемонии открытия спорткомплекса министр спорта Олег Матыцын сообщил, что государство поставило перед российскими регионами задачу довести уровень занятий жителей региона массовым спортом до 80%. Введенный в строй Тульский спорткомплекс позволяет проводить в нем соревнования самого различного уровня от внутрироссийских до международных. Данный комплекс будет домашней ареной для женской волейбольной команды, выступающей в российской суперлиге. В нем также, благодаря наличию шести залов, можно будет заниматься борьбой, самбо, боксом, восточными единоборствами и рукопашным боем. Есть также свои площадки для занятия мини-футболом, гонболом и волейболом. Спорткомплекс также подходит для проведения любых массовых мероприятий и праздничных концертов. Уже известно, что весной 2022 года Тул-Арена примет Кубок Европы по дзюдо. В завершение отмечу, что в конце августа текущего года новый Большой дворец спорта площадью 68 тысяч квадратных метров с ледовой ареной и плавательным бассейном был открыт в соседнем регионе Калужской области. Продолжение следует...